На Лидерсовском бульваре сессия городского совета еще в мае месяце текущего года была оформлена под строениями, которые находятся в частной собственности, земля. Действительно, по смежным земельным участкам является территория, на которой размещается дача Морозли. Абсолютно верно. Исходными данными, которые выдал Департамент архитектуры, исходными данными на проектирование, не предусматривается ни снос, ни вообще любые какие строительные работы по этому объекту. Поэтому, в принципе, вопрос не является актуальным в части опасения по поводу сохранения или несохранения. Однозначно, объект, памятник дачи Морозли, он сохраняется. Он, еще раз повторюсь, не входит в территорию оформленного земельного участка, на котором предполагается строительство. Исходные данные выданы Департаментом на проектирование, и проектирование необходимо на сегодняшний день еще собственнику осуществить. Земельный участок, который был оформлен, был оформлен в соответствии с действующей градостроительной документацией, учитывая, что это курортная зона, под курортно-оздоровительный комплекс. В соответствии с целевым назначением и выданы исходные данные. То есть, на этой территории планируется строительство курортно-оздоровительного комплекса. В Департаменте охраны культурной спадшины облдержадминистрации был проведен консультационный совет. И в результате была утверждена научно-проектная документация по использованию данной территории данного квартала, а именно по границам, по охранным зонам вот этих памятников. То есть, в общем-то, этот документ включен в состав исходных данных, то есть, как обязательное условие, которое проектировщик при проектировании курортно-оздоровительного комплекса должен выполнить. Исходные данные, градостроительные условия ограничения, это разрешение на проектирование, по сути. То есть, этот документ содержит ряд требований, ряд ссылок на нормативную базу, на действующие нормы, которые проектировщик, которые застройщик обязан выполнить. И только в этом случае он может пройти, получить экспертный выставок, соответствующий экспертизе, и получить разрешение на строительство или на реконструкцию. Поэтому сегодня по этому объекту возможно только проектирование.